Инициатива знакомства с Балуевым изначально исходила от Александра Ивановича Сидельникова, инженера-озеленителя из ВАМАГа. Есть такое на магнитке совместное российско-германское предприятие. Признаюсь, я долго отказывался от встречи по двум причинам. Но в итоге Сидельников переубедил, пообещав закрыть меня грудью в области специальных вопросов и дал полную гарантию того, что более цельного и искреннего человека, нежели Балуев, он не встречал. Я ему поверил и мы поехали. Инициатива 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 exemple чтобы не понятен но я просто знаю что у вас каждый сантиметр этого участка он работает работает продотворно правильно вот я знаю у николай даниловича на участке около 30 сортов только земляники около 30 сортов черной смородины из редких культур малины крупноплодная малина желтая малина черная из раннего детства память вынесла название фильма знакомьтесь балуев которые почему-то часто показывали в пионерских лагерях но кроме названия и смутных обрывков незатейливого сюжета вроде бы об инженере новаторе который борется со злодеями консерваторами на возведение газопровода неблагодарная память не вынесла мне больше ничего а так хотелось провести параллель между реально существующим магитогорским балуевым и тем из кино наш балуев мол тоже борется его участок это плацдарм где он доказывает свою правду радеет за правое дело боже мой с кем борется кому доказывает наше поколение может быть будем так ведь вот выразла без этого всего красиво новые русские час у них для вода красоты вообще руки не доходят и для красивого растения вот ну познать немножечко все тоже прекрасно свои понятия красоте свои понятия так вот моя мысль и вот я ее всем передаю значит начинать надо с их детей вот детей которые сейчас вот растут которым сейчас 3 4 5 лет вот может быть и мы вот сможем привить вот это все красивое может быть они будут понимать лучше чем родители чем мы садоводы основная масса это где-то возраст так 50 70 лет вот основная масса молодежи не идет сейчас к земле ей не интересно вот особенно сейчас вот эти вот все рекламы все вроде как там на западе деньги очень легко даются вот такой тяжелый труд час молодежи не надо вот а та категория людей вот которые пятьдесят семьдесят лет их уже тяжело убедить на что-то новое они вот как привыкли к одному так и все мне кажется сейчас в городе наверное побольше стало людей как для которых садового сад это основная профессия и способ существования и заработок и продукты нет 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 вот позвольте с вами не согласиться вот на сегодня ну мы в общем экономические вопросы тоже иногда просчитываем во что обходится саженец во что обходится килограмм картошки во что обходится килограмм малины вот на сегодня получается так что дешевле купить скажем баночку джема какого-нибудь египетского израильского полученного из земляники из малины чем вырастить эту малину здесь то есть цены ну скажем внос и членский проезд до сада удобрения инструменты и так далее настолько высоки что затраты не окупают себя то есть пока рентабельным это сделать невозможно слихозпродукты везде во всем мире они не рентабельны датируются даже в голландии в штатах тогда нужно сначала решить вопрос как это будет датироваться а потом уже приходить вот к таким людям садоводы металлурги по замыслу социалистических стратегов должны были сплести животворный зеленый венок вокруг рабочего города он так и назывался зеленый пояс магнитки здесь на своих шести сотках рабочая семья могла бы отдышаться отдохнуть от бешеных ритмов города завода но никто и не предполагал что для большинства нынешних владельцев садовых домиков эта земля станет воистину кормилицей вот почему интерес к деятельности балуева сейчас огромен и он растет продуктивность его квадратного метра поражает воображение и родит надежду вывести сорт это еще не самое главное вот важно найти свой сорт вот он выводит сорт он передает его передает любителям передает вот таким одержимым людям они уже находят этот сорт есть в сибири главный ботанический сад сибирской академии наук так вот там такого можжевельника нет приезжает специалист из новосибирска и говорит иклай данилович можно мы откопаем хоть одну веточку и увезем к себе в ботанический сад вот насколько уровень работы высокий то есть вот насколько высок профессионализм а где вы нашли можжевельник значит вот можжевельник найден в наших горах башкирии там за озером банным высокогорье вот рацион очень-то сказал значит приехали увидели удивились погладили значит получили саженец к ним еще вот приезжали с этого с сентуков там у них тоже ботанический сад значит вот именно хвойных собран ну там тоже такой формы нет значит тоже также я отдал с удовольствием пусть люди видят какие у нас есть на урале и что мы не самые последние происхождение у этих яблок это америка это канада в общем там значительно теплее и пока достаточно зимостойких сортов нет и поэтому их необходимо на зиму пригибать так чтобы они зимовали ниже уровня снега где они у нас есть в нашей челябинской области значит они в коллекции есть в институте садоводства у любителей очень редко то есть фактически ну я думаю не более 50 деревьев мы можем насчитать челябинской области вот то что мы видим здесь это последний супер новинки они даже еще не имеют названия это элитные сеянцы они еще под номерами их николай данилычу я знаю в этом году передали из москвы из института садоводства не черноземной полосы на испытания то есть вот он их высадил он сейчас составит какое-то представление об этих сортах а их зимостойкости скажем о вкусовых качествах о лёжкости плодов и так далее и данные отправят в москву это они ему пришлют новые сорта на испытания в городе профессионально никто земляника не занимается ведь есть вещи вот я по старым садам хожу измените еще комсомолка растет которые вывели в тридцатых годах а сейчас девяносто шестое значит там ничего нет но люди-то за ней ходят вот это самое то и обидно что люди за ней ухаживают все ничего не получая поэтому была вот такая мысль когда-то это не только мы это и александра ивановича значит попробовать испытать собрать коллекцию земляники ведь ученые-то работают каждый день вот есть сорт значит ну вы уже опоздали на него называется орлец значит вот кустик кустик я его не один значит я собрал соседей мы сели и минут наверное 15 или 20 считали насчитали на нем 110 ягод с одного куста значит вот есть они в сравнении тут с пачкой сигарет значит вот хорошо видать ну по весу значит 20 от 15 до 25 грамм ягода хотел бы жить под этим кустом да да может быть вот куст должен дать до 20 там 15-20 килограмм ягод вот ну реально я не могу это себе еще представить вот но вот ему сейчас третий годик пошел значит ну реально реально ну наверное килограмм 5 мы получили 5 с куста то есть с одного куста вы фактически получили такой же урожай как с 15 из 20 метров квадратных обыкновенные малины у нас ну пол килограмма килограмм с квадратного метра дают растение уникальное вот жена у меня откровенно говоря она начинает каждый день с винограда вот она к нему подойдет она посмотрит ну давайте реально представим глаза растет бывает в день до 60 сантиметров ну ничего у нас на урале так не растет плодов я с него не видел и не увижу в этом году значит он выприл но вот этот лист вот это вот сама форма растения ну это же фантастика это же надо увидеть я хотел бы такую вот аналогию привести магнитка победила рур урал рейн догадываетесь о чем я говорю да рейнские вина опыт допустим челябинских вот магнитогорских садоводов доказал что на урале виноград выращивать можно причем можно получать очень большие урожаи и в том числе можно выращивать технические сорта которые накапливают скажем до 20 процентов сахаров из которых можно получать ну просто фантастического качества вины в том что николай данилович как говорится состоялся как личность сыграла роль профессии его жены валентины она длительное время работала художником оформителем а сейчас подняв на ноги двух сыновей андрея ныне первого подручного столевара и михаила милиционера всецело посвятила себя мужнему делу а дело это требует от балуева особенно летом максимальной концентрации внимания и энергии сейчас он не расстается со своим тушильным вагоном по 12 часов коксохимическое производство перешло на железнодорожный график времени вроде бы стало побольше но после ночной смены день уходит только на восстановление и отдых но уже выходной от зари до зари он здесь в саду говорят что земля щедро одаривает только тех кто сумел наладить с ней незримую духовную связь лет если мы 15 назад возьмем значит к садоводу было отношение такое вот не очень хорошее значит да не в том дело что куркуль а вот ты там вроде как выходные пашешь а на работе отдыхаешь и такое было мнение значит это сейчас вот немножко изменилось но и измените металлург так не должен жить металлург должен вот отработать неделю и поехать куда-то отдохнуть куда-то но куда экзотические страны на канарах да значит а мы это сейчас к чему пришли вот возьмите в башкирию мы не поедем мы там чужие вы там чужие значит поехать на юг у нас таких средств нет значит остается вот одно единственное место ведь кто сюда приезжает и говорят ну извините это же райский уголок то есть вот здесь душой отдыхаешь с грядочки все самое свежайшее экологически чистое кстати я ничем никогда ничего не опрыскиваю снимаешь и кушаешь из истории ясно видно вот карамзина взяли значит там очень много вещей таких вот по долголетию или как у нас жили так вот первое место занимали монахи но почему я скажу тогда же не было трамваев самолетов значит ходили они дальние деревни там отпеть новорожденного принять там покрестить и прочее а вторыми жили садовники самые долгие вот это общение ведь вот знаете между прочим ну может быть смешным покажется но у меня жена с растением разговаривает они ее понимают ну в принципе вот дома я тоже с ними говорю да и здесь иногда вот подходишь допустим к смородинке ну как ты там себя чувствуешь а что тебе мешает так ну посмотришь все что-то там есть ли ли я им так говорю ах какие вы красивые какие вы молодцы что расцвели в этом году они чувствуют и говорят мы на следующий год тебя еще порадуем специалисты утверждают ну оккультники утверждают сейчас и биологи соглашаются с этим что растение чувствует ауру человека если человек подходит к ним с благородными намерениями с хорошими намерениями да без топора подходит вот с душой они на это отзываются но вот о том как растение отзываются о николай данилович и супруге мы можем судить вот по буйству вот этому на участке да это ответная реакция мы их ауру Субтитры подогнал «Симон»